Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сейчас я нахожусь в Норвегии. Вот мы здесь переночевали. Такие апартаменты сняли интересные. Апартаменты буквально, потому что здесь две комнаты. Что было интересно вчера? Мы приехали в Норвегию. И, ну, как бы из Швеции в Норвегию ничего не изменилось на самом деле. Все то же самое примерно. Решили заехать, да, сразу поехали сюда, в апартаменты. Нас здесь не приняли. Вот. Нам сказал, мужик, после двух приезжайте. А мы приехали где-то в 13 с чем-то. Ладно, решили мы. Решили съездить сначала в Осло. До Осло здесь километров 30. Вот. Ну, съездили в Осло. Осло нам не понравилось вообще, значит. Там как-то вот все не так. Вот. Что еще? Да, какой-то серый город, какие-то туннели. Не понравилось. Вот. Да и говорили все, что, в общем, в Осло смотреть нечего. Мы возвращаемся сюда. Заселились. Все вроде нормально. Что было интересно. Проголодались. И решили поехать, ну, купить какие-то продукты в магазине. Пошли на ресепшн, спрашиваем мужика. А где у вас магазин тут? Потому что магазинов мы, так сказать, не нашли по пути, пока ехали из Осло. Ну, тут автострада, в принципе. Вот. Он говорит, да вон там. Дал схему. И, в общем-то, сказать, там, ну, как бы торговые центры, шоппинги всякие. Все там. Мы поехали туда, куда он указал. А вчера было воскресенье. Подъезжаем к шоппингу. А там пусто. Он закрыт. В воскресенье не работает. Что интересно в Норвегии еще, кстати. Здесь очень много машин Тесла. Очень много. Столько Тесла я не видел нигде. Они электрические. И вот сейчас вы видите парковку возле супермаркета, на которую нас спасали. Супермаркет закрыт, но две машины заряжаются. Одна из них Тесла, вторая Ниссан. Вот. Что было дальше? Дальше мы поехали, значит, искать магазин. Хоть один открытый. Все магазины закрыты. В воскресенье. И мы нашли маленький магазинчик такой. Он был открыт. На улице были какие-то овощи, фрукты стояли. И открыта дверочка. Вот. Мы припарковались там, зашли внутрь. И ходим. Ну, обычный такой вот малюсенький магазинчик. Тесные достаточно. Полки заставлены до верх. И тут я что-то поднимаюсь и смотрю. Ничего не понимаю. Глазам своим не верю. Бабушкины семечки. Вы понимаете? По-русски написано. Бабушкины семечки. Я что-то так вообще думаю, где я вообще? Вот. Потом смотрю, еще какие-то семечки, еще какие-то семечки. Потом мы стали смотреть какие-нибудь полуфабрикаты. Пироги русские. Потом смотрю дальше. Блин. Сибиряк. Пельмени или там что, вареники. По-русски написано все. Я вообще был страшно удивлен. Я был готов увидеть украинские продукты. И, в принципе, раньше я их видел. И украинские, и российские продукты в прошлых поездках. Но это было пиво, Балтика. А здесь магазин был какой-то турецкий. Именно поэтому он работал. Вот. Ну, и публика какая-то, я не знаю, так сказать, мигранты. Ну, не знаю. Да, какие-то там были афроамериканцы, скажем так, заходили. И какие-то, ну, такого арабского вида или турецкого, я не знаю, люди. Вот. Но. Пироги русские. Пельмени сибиряк. Нет, пельменей не было. Вру. Пельменей не было. Там мясного вообще ничего не было. Пироги русские. Вернее, вареники русские. Вареники с черникой. Тоже по-русски было написано. Мы их купили. Вот. Очень вкусные. Написано, сделано в Германии. Но на упаковке все чисто на русском языке. Еще мы купили какие-то печенья производства Македония. Очень вкусные были. Вот. Что там еще было? Да я не помню. Вот. Но я был страшно удивлен вот этим фактом, что русские продукты можно увидеть, оказывается. То есть мы-то считаем, что у нас ничего нет такого. Нет, пожалуйста, есть. Вот. Ну, было трудно найти, конечно, сметану, как обычно. Но сметана называется La Creme Fraiche. Вот. И мы ее купили. Она была, правда, очень-очень густая. 35% жирности. Вот. Но, тем не менее, это сметана. Кто бывал за границей, знает, что сметану купить очень трудно. Вот. Ну, а сейчас... А сейчас мы вот соберемся и поедем уже в Данию. В Данию мы из Норвегии поедем, естественно, на пароме. Вот. Паром идет 3,5 часа. Ходит там, по-моему, каждый час. Поэтому билет заранее мы не брали. Вот. Навигатор проложил, что до Дании, до места кемпинга следующего у нас 5 часов езды. И еще одна проблема у нас есть. У нас машина не очень хорошо работает. Вот. После ремонта. И я думаю, что на въезде в Германию мы заедем в автосервис и попробуем что-то там поменять. Вот. Поэтому следите за нашими приключениями, за нашими репортажами. Я буду снимать. И также я буду снимать по ценным бумагам. Дело в том, что сегодня открывается бирша. Сегодня понедельник. И сейчас вот она буквально откроется. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Деметков Юрий. Мы выехали из Норвегии в Данию. И... Ну, там должен быть паром. Аленка проложила маршрут через Норвегию. И какой-то... Что на карте? Мост, что ли? Вот. Через фьорд. Внезапно мы оказались на пароме. Взяли с нас 149 крон норвежских. Пока не знаю, сколько это. Но сейчас мы переплываем в фьорд. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. вот там идет погрузка на тот паром но поднимается уже вот 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 и вот 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 Где минимум был? Давай втыкай Он еще ниже был, ну ладно Хорошо воткнул? Теперь максимум, максимум воткни Максимум Максимум в другом месте здесь Так я ж не знаю где Сейчас максимум ниже Вот сейчас будет Где максимум воды? Вот он максимум Посмотрите А теперь отсчитай Сколько расстояния между максимумом и минимумом В шагах Два с половиной Назад два с половиной Отсюда теперь два с половиной Ну середину отмели Пять пополам Ну вот где-то здесь Ну вот нафтыкни палку И вот посмотрите Есть максимум, есть минимум И есть середина Когда минимум надо покупать Но посмотрите Вот мы купили А он минимум немножко не там поставил Видите Вода Бывает так, что Отхлынула Ниже чем минимум И если мы остались в позиции То мы какое-то время Находимся в минусе Что надо сделать? Надо ли в этот момент продавать Или нет? Или надо подождать Просто следующей волны Посмотрите А ведь она будет И она дойдет Когда-нибудь до максимума То есть смотрите Вот сейчас мы купили Продали Смотрите Купили Продали Покупаем Не дошла до максимума Значит ждем следующую волну Не дошла до максимума Надо подождать следующую Ну Чуть-чуть не дошла Это наш стоп стоит Опять не дошла У нас там стоп заявка Она когда-нибудь дойдет до максимума Так хочется получить прибыль Но волна никак не доходит Даже до середины Посмотрите Это как в жизни Да Но не дошла до максимума Все как в жизни Все Кажется уже никогда не дойдет И мы навсегда останемся в убытках Наш стоп не сработал А вот Вот она И Ес Мы получили прибыль Все что надо Надо подождать Надо просто Подождать Друзья мои Надо не волноваться Надо просто сидеть И ждать Вот ради того чтобы снять это Я проехал больше полутора тысяч километров Сейчас я нахожусь в Дорвегии На берегу И мы ждем паром Паром вон там Color Line Это наш паром Он отойдет через 4 часа И у нас есть время для того чтобы снять Сейчас вот Кирилл купаться будет Ты сейчас будешь купаться Купаться будешь сейчас Ты как-то часто прыгаешь У тебя наверное масса другая На Кирилл Прикольно Да Мы взяли батон хлеба Кладем сюда И закрываем Сюда А тут надо было Даже в руках Засол Да Вот тебе Пакет Как круто европейцы придумали Класс А мне вот эти еще понравились Это какие-то Какая-то лапша с чем-то 10 Тортеллони Это такие пельмешки итальянские С мясом С начинкой Разной 26,50 29,70 24,90 За штуку 106 115 99,60 За килограмм Вот у меня спрашивали Сколько стоит мясо Я так понимаю Что это все-таки Индейка 143 Норвежские кроны За килограмм Индейка Свинины я здесь не вижу Здесь уже готовая для салата А вот и свинина Вот это Кок Я не вижу сколько Свинья Котелеттер Может это Нет Честно говоря Не вижу сколько Котелеттер Это картошка А может серка Нет Паприка Котелеттер Нет 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 Воду данный информация Висит из ника Сикрене Сокраде Синько Тело Синько Синько Котелеттер Ручкин Акум Тила По安 그리고 Степиде Кут Одессу И Вода И Синько Синько Мы Удя Д تعили Синько Можие Синько Сейчас мы на скоростном пароме из Норвегии в Данию. Мы просим всех гостей, чтобы уничтожить все места, которые могут нужны от своих автомобилей, до предыдущего. Мы просим всех наших гостей, чтобы ослабить себя с безопасностью. Пожалуйста, уважайте специальную внимание на эскапевт. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...